В эфире городские новости в студии Ирины Семенова. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. На улице Пуркаева ремонтируют дорогу. День этнографа, как в Саранске отмечают этот праздник. Парк Ленинского района мэр Саранска проверил, как приступили к его благоустройству. Согласно оперативным данным, на 14 часов 17 июля в республике отмечено 38 новых случаев заражения COVID-19, из них 18 в Саранске. За сутки выздоровели 39 человек. Число заразившихся за весь период пандемии в Мордовии перешло отметку в 4000, сейчас их 4014. 30 случаев стали летальными, всего выздоровели и выписаны 2926 человек. С ограничениями движения столкнули жители еще одной части Химаши. На улице Пуркаева идет ремонт автодороги. На участке от улицы Гожувская до улицы Лихачева с 8 утра 17 июля до 23 часов 18 июля временно ограничены движения и парковка транспортных средств. Подробнее в репортаже с места событий. Вот он тот самый участок улицы Пуркаева от Лихачева до Гожувской. Здесь, как мы видим, действительно ограничено движение, вот стоят знаки. Работы уже ведутся, ведутся в активной фазе. Достаточное количество рабочих, приличное количество спецтехники. Попробуем сейчас подобраться к эпицентру работ и узнать, что конкретно здесь будет сделано. Сейчас мы производим дорожные работы по улице Пуркаева. То есть установка колодцев, демонтаж и монтаж, монтаж бортового камня. Потом будем производить выкладку асфальтобетона на парковочных местах. Планируется завершение работ до воскресенья, если позволят погодные условия или форс-мажорные обстоятельства. И насколько вам большая бригада здесь работала? Ну, бригада достаточно, как бы показать. Количество людей еще. Техники достаточно, людей достаточно. Качество дорог – один из наиболее острых вопросов для горожан. Новостям о ремонтных работах в разных районах все, конечно, рады. Но в официальном сообществе городской администрации неоднократно появляются вопросы о наиболее проблемных участках саранских дорог. А когда обратят внимание на улицу Солнечную? Дороги там, как после бомбежки. Был хороший молодежный район, а сейчас разрушается. А что с улицей Фурманово? Когда ремонт? В других городских сообществах активно обсуждается качество ямочного ремонта. Улица Коваленко. Вот так вот у нас кладут асфальт. Старый, снятый с камнями, вот с этой кучи берут. Везут и засыпают им ямы. Это, видимо, новая технология такая. Представители городской администрации стараются оперативно отвечать на вопросы горожан. Альберт Мамеев, добрый день. При выполнении ямочного ремонта возможна подготовка основания с фрезерованным асфальтогранулятом. Данный материал содержит высокопрочный щебень с последующей укладкой асфальтобетонной смеси. Мордовия – республика, богатая народным колоритом и своеобразной национальной культурой. Здесь проживают представители разных народов. Изучать их особенности, историю и быт, задачи этнографов. 17 июля они отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню Краеведческий музей имени Воронина приурочил целый ряд мероприятий, которые проходили в течение недели этнографии. Как там отмечают праздник, узнавала моя коллега Наталья Макарова. Сегодня этнографы по всей стране отмечают свой профессиональный праздник. Дата приурочена ко дню рождения известного российского этнографа, антрополога и путешественника и по суметительству члена Императорского российского географического общества Николая Николаевича Миклуха Маклая. О том, как в Мордовском краеведческом музее имени Воронина готовились к этому дню и какие экспонаты можно посмотреть там сегодня, сейчас узнаем. Подготовку мы начали задолго, до 17 числа. Еще две недели назад мы объявили неделю этнографии. И каждый день на протяжении двух недель мы выкладывали в соцсети какой-то сюжет, посвященный этой работе. Что сегодня в этот замечательный праздник можно увидеть на выставке? Специально к дню этнографа мы подготовили выставку, которая так и называется – День этнографа. И здесь мы постарались показать нашу работу за истекшие 100 лет. Ведь если музей был основан в 1918 году, то уже с 1919 года началась собирательская работа по комплектованию этнографической коллекции музея. И она не прекращается до сегодняшнего момента. Большая часть экспонатов на этой выставке – фотографии, на которых можно увидеть, как работали этнографы, с кем они общались, где они были, что они делали, начиная с 1920-х годов. Дополнением служат документы, докладные записки и акты, которые составлялись на приобретаемые вещи или те вещи, которые находили в разных поездках. Надо сказать, что работа не прекращалась никогда. Не в 1930-е годы, когда сотрудники музея ездили по районам молодой Мордовской республики. Не в 1940-е годы, когда все равно находили возможность выезжать в поле, выезжать в села и приобретать какие-то уникальные вещи. Здесь можем увидеть совместную работу нашего музея и центральных московских научных учреждений, таких ведущих, как Академия наук СССР. Несколько серьезных экспедиций было предпринято именно с сотрудниками этого научного учреждения, из которых, наверное, самая известная Мордовская экспедиция 1950-60-х годов под руководством Веры Николаевны Белицер, в которой тоже принимали участие наши сотрудники, например, Людмила Тихонар-Тамошкина. Тогда она была заместителем директора музея по научной работе. В 70-е и 80-е годы сотрудники выезжали в экспедиции для того, чтобы собрать материал не только для основного головного здания музея, но и для многочисленных филиалов, которые начинали тогда строиться в районах республики. Здесь собирали предметы не только имеющие отношение к Мордве, но и к русскому и к татарскому населению. Часть этих предметов тоже можно наблюдать на выставке. Последние годы, начало 2000-х, это фотографии уже цветные, хорошего качества, когда музей на протяжении ряда лет выезжал в серьезные, масштабные, на несколько дней и до двух недель экспедиционные поездки по Макшанским и Ирзианским районам республики. Многие предметы, которые привезли тогда из этих экспедиций, поступили и в наш музей, и в филиалы нашего музея. И некоторые из них можно увидеть в постоянной экспозиции. Мои самые искренние, самые глубокие поздравления всем этнографам, работающим в музеях нашей страны. Дорогие коллеги, с праздником! Дальнейших вам успехов и обязательно работы в поле! Мэр Саранска Петр Тултаев посетил парк Ленинского района, где запланировано благоустройство. Сейчас там уже прошли все подготовительные работы и начались земляные. Прокладывают кабели наружного освещения, разбивают территорию, уже заказали многофункциональные комплексы, которыми в будущем оборудует парк. Большая часть бюджета выделена как раз на их оборудование. При посещении места работ глава города отметил, что все деревья необходимо сохранить. Срубать можно только аварийные и сухие деревья. То, что здесь мы деревья не должны вырубать, ни одного, это однозначно. Давайте приспосабливаться. Если это действительно аварийное дерево, тогда давайте принимать решение. Я еще раз говорю, мы это для людей, для себя, и мы тоже горожане. Кто нас поймет? И вот если смотреть, прям дорожка по развитию попадает на все деревья. Нет, мужики. Давайте думать, мы же что теперь? Вот взяли и по прямой, что ли? Но это же зона отдыха. Планировать территорию Петр Тултаев получил с учетом уже имеющегося древесного массива. Как отмечают в городской администрации, сейчас все работы идут по графику. Всего на реализацию федерального проекта формирования комфортной городской среды на этом объекте выделено свыше 41 миллиона рублей. Около часа назад в Саранск приехала святыня. В кафедральном соборе Ушакова встретили икону преподобного Сергия Радонежского чудотворца с частицей мощей. Перед иконой прошел молебен, а также состоится всеночное бдение под праздник обретения мощей святого. Поклониться святыне православные горожане смогут до 13 часов 18 июля. Далее икона отправится в другие районы Мордовии. А теперь о погоде на завтра. В субботу 18 июля в Саранске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 22. Ветер преимущественно в западном направлении с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться у отметки в 746 миллиметров ртутного столба. Это были все новости к этому часу. С вами была Ирина Семенова. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе и держать вас в курсе событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин